это снова банков и это второй выпуск рубрики банков концепт в этом выпуске расскажу как правильно работать ручками при проходах гарда чтобы вам было легче проходить чтобы ваши проходы были эффективнее и вам было легче воспринимать мои уже вышедшие и возможно мои будущие видео по проходам гарда и так сейчас будет небольшой концепт того как работать с ногами при проходе гарда мне очень нравится фраза вообще такая идея что правило везде одинаково да то есть во всех нормальных наборств нам нужна прямая спина нам нужно крепко стоящие на земле ноги способны быстрому передвижению нам нужны активные работающие руки по любой борьбе в нормальных ударных на мост да и для разных действий разных атак нам нужны немножко разные углы разные направления таки разные позиции то есть в боксе мы встаем в разные стойки бьем под разными углами да там боя берем разные захватываю за разная часть тела чтобы что-либо получилось да но в джилл периодически люди этого не делают поясню люди берут ноги вот набирают этот захват сверху и хотят сделать разные проходы они хотят сделать ряда пас они хотят сделать еще что-то они хотят просто обойти на скорости они хотят загнуть человека хотят зайти в лагерат с одним длин захватом ну то есть люди берут за штанину и больше ничего не делают и какой-то момент и становится неудобно и не хватает контроль у них вырывает захват или они не могут держать ногу человека почему это происходит потому что для ваших разных приходов вам нужны разные захваты и вы должны уметь работать своими руками давай немножко чуть повыше итак давайте представим того как куб то есть у него 4 гайка сверху 2 боковых нижний вот этот захват который здесь берут мытья большим пальчиком поднял набрал самый краешек я не сжимаю кулак мне нравится достаточно открытая ладонь давлю вот этим местом где у меня пальчик как раз наберется рукой стоит как пазм она есть очень хорошо ложится я набрал взял захват сверху для чего лучше всего подходит для того чтобы использовать вес с этим захватом мне очень удобно грузить его ноги что я делаю смотреть внимательно мои плечи сейчас не над ладонями я просто располагаю плечи над ладонями его ноги начинают ухать я ничего не делаю просто мой вес переходит на мои руки здесь я прижал его ноги я использую это если хочу его задавить если хочу его смять если хочу зайти какие-то плотные захваты очень много веса да то есть потому что он напрямую идет с моего корпуса самый прямой самый такой физически сильный захват да потому что его труднее всего перебороть смотрите он держит ножки одинаково да они не расслаблены то есть вот я даже пытаюсь руками двигать не работает плечи над ладонями его ноги начинают складываться под моим весом если еще раз если я пресса добавляю это происходит еще сильнее если я хочу пойти в бок мне на самом деле этот захват не очень удобно смотреть внимательно медленно то есть у меня захват ровно сверху я иду в бок у меня захват откручивается я уже здесь да мне не очень удобно держать учитывая что мои плечи не могут находиться ровно над ладонями и оказывать много давления давать много веса я не могу и здесь сейчас люди теряют контроль если я хочу идти в бок что я делаю вот и держал краешек штанов я в долю секунды приподнимаю свои руки я поворачиваю свои руки в бок в одну сторону в другую сторону видите как легко если я не подниму штанину будет немножко тяжелее да особенно если у вашего человека компетируются в те штаны то есть у Гриши сейчас много места бывают компетируются в те штаны да здесь надо всегда немножко приподнять чтобы повернулось то есть вот мои руки я в одну сторону сбоку видите в другую сторону я не хочу переталкивать его ноги я хочу мешать им возвращаться если я иду в эту сторону я увожу свои руки вот сюда и заходя смотрите внимательно я вкручиваю свои костяшки я ничего не делаю с его ногами я их не толкаю мне это не нужно я здесь что я могу здесь делать первое видео коленочки вот мои руки прямые вот мои руки прямые вот ряд рук попытайтесь просто вернуть ноги здесь нож активнее мои руки все время контролируйте его ногу важно если ваша рука будет где-то над его ногой он моментально свою ногу ставит моя рука всегда упирается на его ногу важно упирается но я не пытаюсь сюда его передолкать мне это не нужно я здесь что я могу здесь делать первое видео коленочки одно колено другое колено два колена если я иду в другую сторону все то же самое был здесь принимаю что возможно не могу у меня ноги сильно не могу задавить перевожу в бок вкрутил прямые руки я двигаюсь вокруг него я не даю его ногам вернуться колено ни одно колено второе колено то есть движение максимально легкое взял захотел придавил возможно поднимает ноги не дает вкрутил а пошел вернулся назад вернул руки я могу комбинировать то есть приподними придавил не получается пошел сюда он возвращает вернулся придавил теперь четвертая сторона да то есть было 3 1 вернее 2 боковых это нижняя сторона также работа через захват сверху взяли даем вес и возможно он немножко уже пропустил момент и он резко скидывает ноги чтобы защититься смотрите внимательно мой захват важно я не давлю ногу приподнимается заезжает сзади его ноги что я делаю я вкручиваю свои кулаки подаю много веса за счет этого я могу его загнуть за голову где ему бороться не комфортно даже гикому гриж здесь не очень комфортно да он возвращается я хочу идти вот 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 мои руки сбоку все очень удобно я буду давить здесь не давать вернуться буду проходить еще раз чтобы делать разные проходы в разных направлениях под разными углами мне нужны немножко разные захваты чтобы лучше контролировать его ноги я представляю его ногу как куб верхняя гай 2 боковых нижних верхняя гай взяли плечи над основанием ладони придавили взяли боковые гайки и подняли ручки вкрутили не надо давить заходите ваши прямые руки не дадут нога вернуться если он все таки смог это сделать вы всегда можете вернуться в первую сторону то же самое и здесь не забывая применять колени одно колено второе колено мы можем спорить четвертый стопот на ли он поднимает когда кручусь просто подаю вперед да здесь я могу его загибать могу перехватывать за таз убирать а могу ждать его реакции как он начнет останавливаться отсюда могу идти в бок могу придавить могу сделать что-то еще рубрика панков концепт предназначена для того чтобы вы посмотрели попробовали на тренировке у вас появились какие-то вопросы у вас возможно вам понравится у вас получится вы захотите еще возможно вам не понравится вы скажете братан это не работает потому то потому то возможно вы скажете окей вроде понятно но есть нюансы давай разберемся я предлагаю вам смотреть уроки я предлагаю вам пробовать я предлагаю активно обсуждать ведь только работая вместе делясь знаниями обмениваясь мнение мы сможем лучше развивать нашу отечественную джиу-джитсу Ненависть Жесткий, прям жесткий контроль тяжей Вот за это его больше всего, наверное, ненавижу И поэтому люблю его семинары Потому что плотность вот этого контроля Когда на тебя отрабатывает другой человек Твой партнер по этим отработкам Ты не чувствуешь такого давления Но когда на тебя ложится Миша Это полная вакханалия какая-то После которой тебе хочется встать и убежать от этого семинара Все очень доступно, пошагово И самое главное, как Миша говорит Вначале нужно воспринимать все это буквально И делать именно то, что он говорит Тогда все будет круто Субтитры сделал DimaTorzok